Мой дорогой, любимый человек! Сегодня ты на канале с Аленой Самсоновой, клиническим психологом-блогером. И сегодня у нас опять с тобой новая тема, и это тема гипертонии. Гипертония. Какие это люди? Возможно, ты узнаешь себя и напишешь под этим видео, относится ли это к тебе. В этом видео будет три части. Одна про причины, другая про то, как работать, и в целом про характеристику заболевания. Посмотри все видео и напиши, какая часть тебе откликается. Гипертоники. Какие это люди? Это часто люди, у которых задержано дыхание, внутри задержано дыхание. И они словно сдержаны и не могут сказать себе «да» до конца. Словно не хватает, чего-то не хватает. И когда начинает всего хватать, чего? Иногда не хватает внимания, иногда не хватает времени, иногда не хватает какого-то ощущения. И это приводит к истощению. Самое важное – начать работать с взглядом на мир. И когда у тебя начинается переизбыток эмоциональный, ты начинаешь впадать в ужасное давление. Поэтому именно работа с твоим поведением будет полезна тебе. Дорогой мой человек, если у тебя критическое отношение к себе, когда ты стараешься сделать лучше, когда ты стараешься делать больше, когда ты все время спешишь, когда ты многозадачен, когда у тебя внутри тревога, именно в эти моменты нужно работать с собой и со своим мышлением. Чем больше у тебя внутри состояния счастья, тем сильнее ты наполнен сегодня. Именно поэтому я тебя очень прошу сегодня понаблюдать за событиями из своей жизни. Где ты реагируешь громко, где ты реагируешь ярко, где тебе плохо, где тебе страшно, а где тебе не хочется. Что с тобой происходит? Каждый момент я прошу тебя обращать внимание на то, что внутри тебя и по-настоящему задавать себе вопросы. Я ли это? Хочу ли я это делать? Буду ли я это делать дальше? Как я привык реагировать на это? И эти несколько вопросов помогают возвращаться тебе к себе. Чем ближе ты к себе, тем проще тебе взаимодействовать с миром. И с сегодняшнего дня я прошу тебя обращать внимание на все, что приходит в твою жизнь, и отпускать это с благодарностью и начинать работать в состоянии покоя, расслабленности и получения от жизни кайфа. Когда ты кайфуешь в расслаблении, у тебя нет возможности стрессовать. А твоя самая большая потребность это жизнь в релаксе. Реагируй на события так, как будто бы ты наблюдаешь. Напиши мне под видео, как у тебя получается. Я тебя очень люблю. И в следующих видео я дам рекомендации. Редактор субтитров А.Семкин